Продолжение следует... Да, мы не получили прямой позиции США относительно вступления Украины в НАТО. Мы можем положиться на США, потому что у нас сегодня отношения на другом уровне. Мы готовы к НАТО. По уровню нашей армии, по уровню наших специалистов. Нам кажется, что это мы нужны НАТО. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. ЕС без Украины будет сильнее слабнуть. Но НАТО это все же пока далеко, куда ближе, во всяком случае с территориальной точки зрения, Россия. И, по словам Зеленского, существует вероятность полномасштабной войны. Между русскими и украинцами, вопреки всем заявлениям российских властей, по мнению украинского лидера, образовалась огромная пропасть. Правда, в случае, если столкновение все же случится, виновата в этом будет опять же Россия. Это будет самой большой ошибкой России. После этого никогда не будет существовать соседство России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть. Но, к сожалению, такая есть вероятность. При этом Дмитрий Песков не раз подчеркивал, российский лидер готов встретиться с Зеленским, ровно как в России готовы работать над нормализацией отношений с Украиной. Правда, несмотря на многочисленные разговоры украинских властей вокруг этой темы, никаких предложений по официальным каналам Киев не направлял. И теперь понятно, почему. Как заявил в ходе форума Зеленский, у него просто не хватает времени думать о Владимире Путине. Честно говоря, не хватает времени думать о нем. Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате. О какой предметной встрече, говорит Зеленский, вопрос риторический. Ведь одна из главных и очень конкретных тем – Минские соглашения, которые Украина не исполняет уже седьмой год. Местные СМИ давно без стеснения говорят о том, что внезалежные ищут альтернативу. А представители власти в ответах о перспективах их существования открыто говорят о необязательном, рекомендательном характере документа. Позицию Киева подтвердила встреча политических советников, лидеров стран нормандской четверки, которая прошла на этой неделе. Источник РИА новостей близкий к переговорам, рассказал. Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Встреча должна носить конкретные результаты. А нынешние действия Киева идут вразрез с пунктами соглашений. Зеленский же публично, как по бумажке, твердит. Киев работает над подготовкой встречи и даже считает возможным обмен пленными с ДНР и ЛНР. Все его заявления о нормандском формате, где он говорит, естественно, они не могут состояться, потому что парад президента Украины, вот и все эти там депутатский корпус, они не выработали четкой программы. У них своя. Они стараются отказаться от тех формулировок, которые были прописаны в нормандском формате. Вот. Поэтому они там постоянно стараются их переписать под себя. Но пока одни политики только говорят, другие молчат. В знак поддержки заблокированных на Украине телеканалов и изданий. Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович, комментируя визит Зеленского в США на телеканале «Украина-24», решил, что слов достаточно. И пора наглядно продемонстрировать, как чувствует себя большинство граждан Украины. Мария Слободянская, Игорь Белозуб и Анна Погонина. Вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова